Чувствую себя на этой лавочке как Forrest Gump. Собственно, всем привет! У нас наконец-то наступило действительно жаркое лето, сейчас практически 30 градусов, но канал у нас все-таки велосипедный, поэтому давайте поговорим о велосипеде, который стоит передо мной и перед вами. У нас сегодня видеоотчет по пробегу 3000 километров на моем футбайке Weld Freedom 2.0. Для тех, кто не видел предыдущую серию, а может быть видел, но забыл, я напомню, что один из последних тюнингов это хомут подсидельной трубы и педали, естественно, фиолетовые, как и большая часть тюнинга. Ну, хомут, он в Африке хомут, рассказывать о нем нечего. Стоит он себе на месте и стоит, зажимает подсидел и держат, с ним все хорошо. По поводу педалей. Для педалей на промп-подшипнике 500 километров в принципе не пробег, соответственно, люфтить они не начали, падений никаких у меня жестких не было за эти 500 километров на педали, поэтому с ними действительно все хорошо. По поводу удобства, да, они действительно, по крайней мере, мне очень удобны, так как у них действительно большая платформа и среднего размера шипы, которые прекрасно держат, ну, вот такие кеды, например. Этими педалями по ногам я еще не получал, поэтому не знаю, насколько глубоко будет ходить в шип ваше мясо или при худшем раскладе в вашу кость. Ну, а теперь предлагаю перейти ближе к велосипеду и рассмотреть все более детально. Ну и начнем мы с передней части велосипеда, которая не так давно доставляла мне, ну, сложно сказать, что довольно-таки большие проблемы. Скорее на велосипеде просто было некомфортно ездить из-за того, что откуда-то спереди мы так-то до сих пор и не выяснили, то ли это была втулка, то ли вилка, и издавался постоянно какой-то скрип, скрежет и все прочее. Единственный плюс, который можно было, к которым можно было отнести этот скрип, это то, что пешеходы слышали вас заранее до того, как вы уже оказываетесь прямо рядом с ними. На этом, естественно, плюсы заканчиваются. На данный момент заменены передние подшипники втулки, точнее, единственные подшипники втулки и звук пока вроде ушел, но при этом я также обильно смазал шток и рулевую синей смазкой, что дало какие-то плоды и на данный момент никаких скрипов, скрежетов и звуков нет. Хотя не исключено то, что в ближайшее время они появятся. Ну а теперь пару слов о покрышках. Один из подписчиков как-то раз нам написал то, что данные покрышки ему не понравились тем, что за довольно-таки непродолжительный срок эксплуатации он успел пробиться три или четыре раза. К сожалению, не указал, какой именно был у него пробег, но указал, что покрышки были не 4,8 дюйма, а ровно 4. У меня, к слову, за 3000 километров нет ни единого пробоя ни на переднем, ни на заднем колесе. По поводу износа покрышек. Передняя покрышка у меня изнашивается сильно быстрее, чем задняя, и все это связано только с тем, что я довольно-таки часто делаю стопи. А при стопе, естественно, переднее колесо сильно нагружено весом ездока и весом самого велосипеда. Вес велосипеда в районе 17 килограмм и 200 грамм, вес ездока, то есть меня, в районе 85-90 килограмм. Но даже при том, что переднее колесо стирается быстрее, чем заднее, а заднее практически не стиралось, переднее не особо-то и изменило свой протектор. Он остался практически той же высоты, какой и был. Кстати, это не говно, это глина, так как нахожусь я на данный момент в лесу. Переходим к трансмиссии, системе переключения. Итак, я уже неоднократно в предыдущих роликах говорил о том, что цепь я катаю на убой, в принципе, как и задний блок звезд. Именно поэтому цепь я не смазываю, не чищу и не заморачиваюсь. Как, в принципе, я и делал это давным-давно, когда катал еще в начале нулевых. Но, к сожалению, неделю назад цепь начала мне выносить мозг своим скрипом и стало реально просто невыносимо катать. Я не знаю, как у меня получалось это делать раньше, но сейчас я действительно не смог, поэтому, просто не заморачиваясь, облил ее маслом, ничего не вычищал. И, на самом деле, чем быстрее она кончится, тем лучше. По поводу системы переключения. Никаких, опять же, регулировок и до настроек я до сих пор не делал и с этим все хорошо. Поскольку шатуны здесь стоят под квадрат, они требуют опять небольшого внимания, точнее небольшой протяжки. Такая уж у них особенность. Лично я протягиваю шатуны каждые 300 или 400 километров. После моей покатушки в грязь я решил защитить перо и нанес довольно-таки плотную наклейку. К сожалению, снизу она начала отходить и мне пришлось зафиксировать ее дополнительно тремя хомутами. Для тех, кто не видел обзор этих наклеек и не видел также мою покатушку в грязь, переходите по ссылочке в описании. Кстати, я же не так давно установил велокомпьютер, о котором, собственно, ничего и не рассказал. Данный велокомпьютер от компании Coolchan. И, перейдя по ссылочке в описании, вы сможете увидеть полноценный обзор. Ну, а я только добавлю к тому обзору, что этот компьютер мне не понравился, хоть он и является проводным, он все равно умудряется терять связь и перестает считать как километры, так, соответственно, и вашу скорость, что является довольно-таки неприятным. И, коль уж мы затронули неприятные вещи, перейдем к моему карбоновому рулю, который не так давно у меня треснул. На камеру, скорее всего, не будет виден, видна сама трещина, но есть отметки. Это края той трещины. Как видите, тут она даже немножко разошлась. Отметки стоят для того, чтобы понять, в какой момент надо перестать катать на руле. Если трещина пойдет сильно дальше, то, соответственно, я не буду ездить на этом руле. Пока эти отметки не пересекла трещина, я катаюсь на этом руле и особо не беспокоюсь. К счастью, пока все идет хорошо и последние 500 километров трещина никоим образом не выросла. По-моему, ни в одном из видеоотчетов по пробегу, да и вообще связанных с этим велосипедом, я не говорил ни слова о грипсах, а, наверное, даже зря. Очень прикольные тактильные ощущения. Они совершенно не пачкают руки и смело можно кататься без перчаток. И, кстати, я переставил звоночек. Теперь он стоит максимально близко и мне не надо убирать куда-то руку, чтобы нажать. А я напомню, что стоял он где-то здесь и, соответственно, к нему надо было тянуться, либо вообще убирать руку и нажимать только на него. А теперь, не убирая руку, просто большим пальцем мы смело можем нажать и, как видите, он замечательно работает. Кстати, на отчеты по пробегу, наверное, все. Все, что я хотел, я рассказал. Если даже что-то забыл, то дополню этим три с половиной тысячи километров. Но сейчас перейдем к той запчасти, которая непосредственно будет ставиться на данном пробеге. Как кто-то написал в комментариях, и козе понятно, что это будет дропер. Ну, раз козе понятно, это действительно дропер и я рад за себя и за ту козу. Обзор на данный дропер уже есть у нас на канале. Переходите по ссылочке в описании, увидите там моего соведущего и увидите этот же дропер. А мне остается лишь добавить, что установка дропера будет не так проста, так как у него скрытая проводка. На велте, в принципе, тоже скрытая проводка, но, к сожалению, отсутствует отверстие под установку дропера. Так что мы будем в следующем, в одном из следующих видео, резать, точнее сверлить раму. На этом, в принципе, у меня сегодня все. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok